Сегодня я попытаюсь пройти Майнкрафт, но с каждым новым крафтом, мой верстаг будет значительно увеличиваться в размере, что позволит мне создавать самые гигантские предметы в мире и одолеть финального секретного босса. Кстати, я публикую очень многое из своей жизни в свой телеграм-канал, поэтому если вам интересно, подписывайтесь по ссылке в описании. Я не помню, когда записывал настолько милый ролик по Майнкрафту, потому что в моём инвентаре самый милый предмет в мире. Кстати, когда я говорю про милые, я имею в виду не Барсика и не Жорика, я имею в виду, наверное, самый, просто самый, внимание, маленький верстачок в мире. Я просто умиляюсь с этого блога, который мне выдали в самом начале выживания моего в Майнкрафте, просто посмотрите на это. Вот и бонечки, какой маленький верстачок, ладно, подбираем его, дорогие друзья. Сегодня, как вы уже поняли, мы попали в Майнкрафт, в котором с каждой минутой крафты будут увеличиваться, и, знаете, я даже не хочу, чтобы они увеличивались. Ну и раз уж мне выдался такой верстак, давайте, пожалуй, его поставим, но сначала довольно немного дерева, поэтому... И теперь, когда звёзды правильно встали на орбите, о май гад, ооо, я нашёл деревню, ха-ха-ха. Мох Моджэнг меня услышал, потому что прямо около Майнкрафта спавнилась деревня, в которую мы сейчас отправимся, но знаете что, я не буду ждать этой деревни. Я хочу как можно скорее посмотреть, что мне даст этот супер маленький верстак, поэтому пришло время его призвать. Итак, призовись, всебогущественный маленький, ха-ха-ха-ха, поэтому, чатский, бери себя в руки, всё, давайте, ребята, откроем верстак и посмотрим, что нас ждёт в этом супер маленьком блоке. Так, нажимаем правую кнопку мыши, и, йоу, верстак первого уровня. Как я понимаю, в этом верстаке мы можем создавать новый крафт, и, йоу, что за крестики? О, да, ребята, у нас ограничился весь крафт, и теперь мы можем использовать только одну всего лишь ячейку. О, май гад, то есть вы хотите сказать, что если я возьму дубовое бревно, переделаю его в доски, то я не смогу из него скрафтить кирку? Тогда зачем мне вообще нужен верстак? Окей, давайте, например, возьмём, получается, всего лишь одну дубовую доску, и просто её туда поставим? По такой логике я сейчас скрафчу кнопку, но зачем мне крафтить кнопку? Ладно, давайте просто посмотрим, что мы сейчас получим. Внимание, три, два, один. О, май гад, что это такое? То есть вы хотите сказать, что вместо привычных мне деревянных кнопочек я получаю какой-то сюрикен, что это? Там крафты становятся больше. Начать испытание? О, май гад, мы сейчас начнём, видимо, какое-то испытание, друзья мои, я получил какой-то сюрикен, и, возможно, это прокачка нашего верстака. Правда, больше выглядит, как развернутая коричневая салфетка, но давайте её нажмём правой кнопкой мыши, и... Крафты становятся больше! Есть, мы наконец-таки увеличили наш верстак, и теперь у нас появилась сверху плашка. Создавайте предметы, которые чуть-чуть совсем заполнены. Но получается, если мы увеличили верстак, то, о, май гад, о, нет, посмотрите, он реально увеличился. О, каман, верстачок, ты был таким миленьким, а теперь ты стал, ладно, милым в квадрате, потому что ты, в принципе, увеличился ровно в два раза. То есть, получается, что после каждого крафта у меня будет увеличиваться мой верстак. О, май гад, представьте, если в скором времени у меня будет верстак размером в целое дерево! Или же в целый пьём! В любом случае, давайте откроем этот верстачок и посмотрим, что в нём поменялось. Потому что есть теперь у нас верстак второго уровня, и в нём, разумеется, две ячейки! Отлично, две ячейки, из которых теперь можно создать себе один предмет. Знаете что, я решил всё-таки десантироваться в деревню, потому что мне нужно собрать себе предметы для крафтов. И знаете что, у меня не особо-таки много выбора. К сожалению, мой верстак довольно-таки маленький, и всё, что я могу в него поместить, это всего лишь два предмета. Поэтому, окей, мне нужно выбрать, какие два предмета я туда вложу. К слову, о вложении, мне кажется, я нашёл, ооо, идеальное вложение в самого себя. И это кузисов, которые, наверное, должны быть. Давай, пожалуйста, что мне хорошенькое? Есть железо? Ооо, боже, сколько вещей! С такими вещами мне уже и не особо-таки, знаете, нужно что-либо крафтить. Однако, с другой стороны, у меня очень много, в принципе, возможностей, потому что я могу сделать себе очень много палок. И всё! Ладно, не может быть такого, что я могу сделать себе только палки. У нас в тем временем уже наступает вечер, и мне нужно поторапливаться. Итак, нужно что-нибудь скрафтить, окей, в принципе, у меня есть одна палка. И теперь нужно выбрать, каким предметом я её скомбинирую. Например, можно взять просто железный следок и сделать себе маленький... Окей, мы реально что-то скрафтили. Я, правда, думал, что мы получим какой-то, знаете, типа железный нож или маленький железный меч, но мы получаем железный молоток. Также здесь написано, что он поможет раздобыть полезные ископаемые. Ребята, мне кажется, мы нашли самую маленькую кирку в мире. Кстати, полагаю, в это время должны начать спавиться монстры, которых я... Ооо, не особо-таки хочу видеть, поэтому давайте быстренько ляжем спать. Мамма миа, что я только что сделал? Верните обратно все блоки, верните все блоки обратно, бедные курицы, им негде бегать. Окей, вот так он будет гораздо лучше. Я просто хотел лечь спать, и даже это... Ну и вот куда поднималась моя кровать? Даже от обычного моего желания пойти спать, у меня появились всё равно какие-то проблемы. Как можно создавать нюансы на ровном месте в Найкрафте, я не понимаю. Где кровати? Мне нужно срочно лечь спать, прости меня, Джек, но всё, наконец-таки мы это сделали. И теперь пришло время использовать наш железный молоток. В принципе, предназначение этого предмета мы теперь прекрасно знаем. Мы просто нажимаем, получается, правой кнопкой мыши, после чего мы... О май гад, начинаем умирать. Нет, я не хочу умирать. Есть, мы берём и просто находим всё железо. Так, по моим читерским данным, если я теперь буду просто копать вниз и наткнуть за железо, и есть, мы наткнули за железо, но... Я мог просто зайти из шахты, типа. Получается, мне не помешает добыть себе немного железа, потому что, знаете, сегодня я планирую, наверное, создать самые маленькие предметы в мире. И начнём, наверное, с какой-то брони. Все мы знаем, из чего истинные Майкрафтеры создают свою броню. Давайте не будем прикалываться, мы все знаем, что истинная броня Майкрафтера, на самом деле, создаётся из мака. Ну, типа, не Макдональдс, а цветы. Нет, шутки шутками, а мне действительно интересно попробовать разные непонятные крафты, чтобы посмотреть, что мы можем из этого маленького верстака получить. Потому что из железа, и так всем понятно, что мы можем получить маленький железный вертолёт. Но нам нужно что-то поинтереснее. Мы берём разные цветы, например, просто обычный Мак, и складываем их вместе, чтобы получить... О, аааа, кнопка подписаться? А также подпишись на Телеграм. О май гад, я обожаю этот крафт! Кстати, если вы действительно не подписаны на мой Телеграм-канал, то советую вам это сделать, потому что только в моём Телеграм-канале вы прямо сейчас сможете найти реального, живого, настоящего Тарзана! Лучше не спрашивайте, просто зайдите по ссылке в описании и посмотрите. Кстати говоря, после крафта вот этой кнопки подписаться, я получил какую-то... Я получил какую-то дверь. Да, это не то, что я, знаете, мечтал получить, однако у меня появилось какое-то сообщение в чате. Обновление верстака разблокировано. У-ля-ля, неужели это значит, что мы можем прокачать наш верстак и его снова увеличить? У нас имеется дверь, это необычная дверь, это комната создания 1. Это какая-то волшебная дверь, где написано «Маленький проход в другую реальность». Мне даже сразу захотелось его протестировать, поэтому знаете, что так? Быстренько ломаем эту дверь, потому что это дверь старомодная. Сто раз вам говорил, пора уже прокачиваться, пора ставить новые двери! И, оу, нас куда-то же репортировал? О, боже мой! Мне кажется, я телепортировался в иную параллельную вселенную, и это какой-то супер маленький верстак! О, э-э-э-э... Я только что залез в свой верстак? Очень похоже на том, да, скорее всего, мы так и сделали. Тут у нас находится какой-то выход и какие-то сундуки. Так, в них у нас, да, кусочки железа. Опа, забираем. Кстати, по центру этого маленького верстака нас ждёт один верстачок немного побольше, и это, наконец-таки, привычный нам верстак. Ладно, в нём у нас имеется... О, мэгэ, это какое-то сообщение в чате? Вы можете использовать этот верстак только один раз? Извините меня, это что за вип-верстак такой, что я не могу его использовать больше одного раза? Получается, окей, мы можем скрафтить только один предмет. В принципе, исходя из предметов, которые лежат в этом сундуке, всё, что я, наверное, могу сделать, это, наверное, железо-слиток. Да, это всё, в принципе, что я могу сейчас скрафтить. Поэтому три железо-слитка создаём, после чего она сразу телепортирует обратно к нашей деревне. О, мэгэ, посмотрите, ёу! У нас только что увеличился верстак. Окей, в любом случае, не нужно расслабляться, потому что мне нужно найти способ, как же мне всё-таки переплавить это железо. А мне нужна печка, и где мне взять печку? О, так хорошо, что у вас тут имеется вкус, в который я могу быстренько переплавить всё железо, а тем временем пойдём сделаем себе что-нибудь в третьем верстаке. Например, как вам идея взломать систему и в маленьком верстаке скрафтить ещё один верстак поменьше? Сделаем из трёх дуб? О, это не совсем верстак. Это скорее какой-то инопришелец, который сейчас меня убьёт, это... Усовершенствованный бумеранг. Окей, это не инопришелец, и меня это уже радует. Используй его аккуратней, ведь он возвращается обратно. Пусть мы только что скрафтили бумеранг, который можем куда-то кидать, и он нам будет возвращаться обратно. Что же, полагаем, мы выбираем траекторию, например, к этому жителю. Хо-я! Житель, мне кажется, я только что сломал твой дом. Правда, этот бумеранг работает не совсем так, как я привык видеть бумеранги в жизни. Типа, я не видел, чтобы бумеранги создавали такие разрушения, но знаете что? Этот бумеранг вполне себе спокойно разрушит целый дом, буквально за одно прикосновение. Извините меня, жители. Поэтому давайте не будем портить им жизнь, просто вернёмся к нашему верстаку и скрафтимся ещё что-нибудь. У нас огромное количество ингредиентов. Что если мы, например, возьмём обычное железо, и знаете, сделаем всё, типа, не знаю, железное, что-то из трёх штук. Мы, например, ооо, о май гад, я скрафтил себе левый ботинок. Этот ролик просто какое-то чудо, потому что мы только что сделали один железный ботинок. На складе остались только такие, извините. В принципе, кому нужен правый ботинок? Знаете, левый тоже круто. Типа, левый носок, левый ботинок, они как раз-таки будут идти за паром. И хоп, а взяли просто... Реально надели один левый ботинок. Окей, давайте попытаемся сделать себе что-то другое, а именно какой-нибудь инструмент. Для этого мне потребуется всего лишь одна палка, и полагаю, два железа. Всё, что у меня есть, в принципе, два железа... Оу май гад. Я получил какую-то железную инопланетную мотыгу, или иначе говоря, шахтёрский крюк. Да, именно это я только что получил. Это довольно необычный предмет, и йоу! Более того, он только что обновил мой верстачок, и сзади что? Мы получили реально какую-то непонятную кирку-мотыгу. Полагаю, если это шахтёрский крюк, то мы отправляемся с ним в шахту, потому что, возможно, мы сможем добыть что-то очень крутое, и очень быстро. Так, давайте проверяем, и... Есть! Оу, клёво! Эта штучка сразу добывает, наверное, целую залежу, и оп, аккуратненько, главное, чтобы мы не умерли. Кстати, с этим шахтёрским крюком явно что-то не так. Типа, добывает он реально клёво, а частицы тоже очень клёвые, но меня удивляет только одно. Во-первых, почему тут, оу май гад, скелетон, который пытается меня убить? А во-вторых, скажите мне, пожалуйста, каким образом я копаю, если... Моя хирка смотрит в моё лицо? Мне кажется, после каждого удара я делаю себе больно. На самом деле, эта штука довольно крутая, потому что она очень легко добывает мне любые ресурсы, но, оу май гад, ещё один скелет враг, который пытается меня убить. Что же мне с тобой поднялось? Лови шахтёрским крюком по голове! Йо, о май гад, что я только что с ним сделал? Мне кажется, я его поджёг... Эм... Или это ты сделала? Как бы там ни было, я просто хочу вернуться к своему верстаку и посмотреть на это чудо. О, боже мой, мне страшно, а мне нереально страшно. Боже мой, что с ним случилось? Этот верстак прокачался настолько, что на него даже засматриваются теперь жители. Так, друг мой, не воруем верстак, давай, иди своей дорогой, а я открываю свой верстак четвёртого уровня. Теперь мне осталось решить, что же мне такого интересного скрафтить. Например, не знаю, из земли можем земляной блок сделать или... Почему бы не сделать себе железное яблоко? Я не знаю, как мне приходят эти идеи, серьёзно. Я просто в теории беру 4 железные слитка и беру одно яблоко посередине. Если я что-нибудь скрафчу, это будет шо... Окей, я реально сейчас что-нибудь скрафтил. Я вам даже больше скажу, я не просто что-нибудь скрафтил, это... Аптечка для здоровья. Используйте только в самых крайних случаях. Мы только что, ребята, взяли и скрафтили аптечку из ничего. Просто 4 железа и одно яблоко. А это нормально, что в мой организм попадёт железо? Я полагаю, что мы это не будем сейчас использовать, потому что аптечка мне понадобится чуть-чуть позже. А пока что мне бы не помешало, наверное, прокачать свою броню. У меня абсолютно нет брони, но у меня очень много железа, с которым я просто не знаю, что делать. Просто у меня нет нормального даже верстака. Верстак 4 уровня, это, конечно, хорошо, но мне нужно срочно его прокачать. Прокачать, да не знаю, какого-нибудь 25 уровня. Кстати, пока я тут игрался с крафтами, я нашёл ещё один крафт. И это очень странный крафт, он делает из трёх порохов. И, внимание, мы получаем... Метаемый тротил. Я не знаю, кто кого потратил, но будь осторожен, можно взорвать слишком много блоков. Что же, полагаю, после этого крафта мы получили обновление нашего верстака, и мы перешли уже на 5 уровень. О май гад, мне страшно возвращаться к моему верстаку. Однако, прежде чем туда вернуться, мне нужно использовать зону супер метаемый тротил. Я не знаю, что это, но, видимо, какое-то взрывательное вещество. Полагаю, я просто выбираю территорию и нажимаю правой кнопкой мыши. Йоу май гад, это не просто метаемый тротил, это настоящий дождь из TNT. Ооо, как мило, два брата-акробата, два крипера, которые хотят меня взорвать. Но что, если я вам скажу, что я могу и сам стать крипером, и взорвать вас. Орвэдерчи, друзья, как говорится. Отлично, слушайте, мне нравится это орудие для убийства, потому что, по сути, я могу убивать на любом расстоянии любого моба. Я думаю, пришло время эволюционировать нашему верстаку. И, боже мой, посмотрите, во что он превратился. Боже, он превратился в какой-то пончик. Отлично, этого нам еще не хватало, чтобы мой верстак стал съедобным. Итак, мы получаем какой-то верстак в виде пончика, какое-то реальное кольцо, в котором, полагаю, мы можем что-то создавать. О, боже мой, это очень похоже на обычный верстак. Полагаю, теперь можно что-то выложить по кругу, например, просто взять, не знаю, 8 железа, выложить по кругу и получить... Кольцо удачи? Получается, у меня появилось какое-то кольцо, которое дает мне удачу. Если нажимаем правый кнопку Бэш, то мы получаем везение, в принципе, логично. Также я нашел еще один очень странный крафт, и создается он именно из пшеницы. Это нужно просто выложить 8 пшениц вокруг, и мы получаем пончик. Причем непростой, такой вкусный, что пальчики оближешь. Ну что же, полагаю, этот пончик действительно такой вкусный, поэтому давайте его и с пробом продегустируем на вкус, и мы получаем, оу май гад, огромное количество приятных эффектов, отлично. Но эффекты, это, конечно, очень здорово, однако, скажите мне, пожалуйста, где я возьму правый ботинок и всю остальную броню? У меня по-прежнему ничего из брони нет. Также я нашел еще один, еще более странный крафт из кирки и железа, и получил то, что меня шокировало больше всего, потому что я получил, внимание, круглую кирку. Вот это поворот. Здесь написано, что будь осторожен, можно потерять дар речи, и знаете что, я реально чуть не потерял дар речи, потому что я реально скрабил первую в мире круглую кирку. Я просто боюсь представить, что эта штука умеет делать. Давайте, например, просто попытаемся скопать один блок, и окей, все очень спокойно, полагаю, нужно нажать правой кнопкой выше, чтобы, оу, создать какое-то чудо. Я просто потерял свою кирку, она от меня просто улетела, и о май гад, стоп, она пытается вернуться, да ладно, она пытается самостоятельно ко мне вернуться, вау! Это какая-то кирка, похоже, с 3000 чайки, потому что сначала ты ее бросаешь куда-то, она летит тебе, добывает различные ресурсы, после чего возвращается. Так, аккуратненько, зомби, не трогай меня. Кирка, вернись, без срочно нужна твоя поддержка. Хоп, подобрали кирочку, и быстренько сваливаем. Что, если мы наконец-таки в этом верстаке скрафтим нашу первую броню, потому что у меня, в принципе, появилась одна идея. Я могу скрафтить себе какую-то броню, а если быть конкретнее, то я нашел себе храфт нагрудника, и это какой-то нагрудник, который явно расплющило. Кстати говоря, этот нагрудник сразу же прокачал наш верстак, и давайте посмотрим, как он выглядит в реале. Окей, он немножко широкий, но в целом пойдет. Знаете что? Лучше так, чем никак. Йо, я получаю какие-то зеленые частицы, и я пока не знаю, какая именно у меня появилась способность, но, боже мой, не смотрите на меня. Боже, как это странно выглядит. Кстати говоря, мы прокачали наш верстак, и давайте просто на эту красоту посмотрим. Боже мой, что это такое? Куда он растет? Куда он растет? У него появляются какие-то щупальца, и мне за него становится страшно. И более того, у меня выпал какой-то предмет, похожий на дверь, это комната создания номер два. Что-то мне подсказывает, что этот предмет точно так же, как и предыдущие, нас телепортируют в какое-то микроизмерение, поэтому прежде чем мы это сделаем, я бы хотел более тесно познакомиться с моим новым верстаком с щупальцами, и попробовать в нем даже что-нибудь создать, например, о май гад, тут уже гораздо больше ячейк. Я тут уже немножко поигрался с храфтами, и знаете, я хотел сделать себе первый меч из костей, это был бы мой первый костяной меч, но вместо этого я почему-то получаю... голову жителя. Не знаю, чем эта голова мне поможет, но тут написано, Настало время немного схитрить. Что значит схитрить? Подождите секундочку, какая-то подозрительная голова жителя. Ладно, давайте попробуем просто его поставить или признать... Оу, здравствуйте! Это обыкновенный житель крафтов, хотя стоп, это... Ладно, не будем вас отвлекать. Житель крафтов, пожалуйста, не уходи от меня, мне нужно срочно с тобой поговорить. Значит так, ты, полагаю, обмениваешь что-то интересное, череп, эндерперлу, и, наконец-то, первый железный шлем. Окей, знаете что? Вот это, пожалуй, я заберу, потому что шлема до этого у меня не было, и, наконец-то, мы постепенно собираем этот полный комплект брони. Я думаю, самое время лечь спать, пока тут наш голем убирает всех забагов, и наутро сделать следующий крафт, который я обнаружил, который очень странно, но крафтится из ниток. Я, правда, уже не знаю, что меня способно удивить, потому что, камон, у меня уже имеется круг лакерка, и какой-то метаемый тротил, но почему бы еще не скравить себе еще один предмет, и пусть это будет, эм... спасательный крюк. Мне интересно спробовать именно в шахте этот крюк, потому что что-то мне подсказывает, что он нам будет помогать аккуратненько передвигаться. О, камон, я же просил аккуратно, я что, только что не упал в лаву? Даже со вспомогательными вещами нужно быть явно очень осторожным, чтобы, боже мой, только что чуть не упал... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, уходи, 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 боже! Мне кажется, меня наоборот этот крюк только что чуть просто не убил, поэтому сзади штурм, наверное, вернемся к чуть более безопасным предметам. Кстати говоря, оказывается, это кольцо удача не такое уж и бесполезное, потому что все это время оно увеличивало количество дропа. Типа я просто подхожу к одному блоку земли, копаю его и бам! Там сразу полстака выпадает. Это довольно-таки круто, потому что благодаря этому я добыл себе очень много редстоуна, лазурита и больше ничего, поэтому почему бы не скравнить что-нибудь из редстоуна и лазурита? Например, сделаем себе, например, меч, у которого основание будет из лазурита, а все остальное из редстоуна. Но... Ам... Я думал, это будет и меч, а не персонажи из Амонгас. Окей, видимо, в этом майнкрафте не привыкать, потому что мы получаем реально Амогуса, самый дружелюбный помощник. Ам... Окей, Амогуса, чем ты можешь меня удивить? Что ты умеешь такого делать? Раз уж ты должен мне помогать, то отправляйся со мной. А-а-а... Амогус? Амогус, что с тобой происходит? Амогус, почему ты пытаешься меня убить? Амогус, одумайся. Там было написано, что он мой помощник. Почему Амогус пытается меня убить? Стоп, Амогус, мы с тобой должны быть друзьями. Все, ты понял, что я твой друг? Эй, ты не понял? Камон, Амогус, одумайся. Ты еще даже ходить не научился, упал в шахту, Амогус взорвался. Кстати, я нашел только что еще один новый крафт, и на мое удивление, это водные пистолеты. Что более интересно, там написано не для детей младше трех лет. Блин, получается, выбрасываем. Хотя на самом деле, мне, конечно, интересно посмотреть, что умеет делать водный пистолет. Поэтому активируем водные пистолетики. О, май гад, я создал какой-то бассейн. Это какой-то... А-а-а, он надвигает этот цунами. Это не очень похоже на водный пистолетик. Это реально больше похоже, наверное, на какой-то цунами. Как бы там ни было, все, окей, все. Больше мы эту штуку не используем. Просто покопаемся в шахте, побросаем, нашметаемый тротил. Потому что за все это время я до сих пор не нашел себе алмазы. А я хочу попытаться сделать какой-нибудь себе алмазный крафт. Кстати, видимо, это было не так уж и сложно, потому что... О, алмазы я нашел очень быстро. Но, о нет, о нет, о нет, меня сейчас могут убить. Меня могут убить просто через 5 секунд. Вся еда, которая у меня есть, это просто гнилая плоть. Мне нужно каким-то образом найти себе нормальную еду. Но в этом майнкрафте это сделать почти невозможно, потому что ты не знаешь, когда ты скрафтишь эту еду. Я так уже целую вечность, например, что-то вполне себе неплохо. Мне, кстати, кажется, что мы только что с вами прокачали наш новый верстак, когда мы сделали водные пистолеты. О, боже, о нет, я не могу на это смотреть. Я просто не могу на это смотреть. Что стало с моим верстаком? Боже мой, он каким-то стал огромным. Боже, что это такое? Это уже реально огромный верстак. Я даже не знаю теперь, как мне его открывать. И более того, боже мой, как мне в нем что-нибудь скрафтить? В целом, это немножко напоминает кирку, поэтому мы можем взять, наверное, палки и сделать себе железную или даже алмазную. О, мега, стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мне хватит алмазов. Мне кажется, мы сейчас сделаем какую-то новую супер прокачанную кирку в Меграфте. О, есть ли мы сделали широкую алмазную кирку? Очень широкая кирка. Вот это я уже начинаю одобрять. Наконец-таки хоть что-то полезное. У меня обыкновенная алмазная кирка, хотя вроде необыкновенная, она какая-то широкая. Что умеет делать широкая кирка? Ага. Теперь все понятно. Например, вот ты построил огромный дом, и ты такой, о нет, он страшный, я хочу новый, поэтому ты просто берешь его одно касание, и ты его разрушаешь. Прости, житель, который там жил. Кстати, я совсем забыл про свое кольцо удачи, которое я могу активировать, и по сути, о боже мой, я бы добыл гораздо больше алмазов, если бы сразу им добывал. Теперь, когда я его активировал, по сути, я просто разрушаю один блок алмаза, и, о боже, есть, мне сразу выпадают 34 штуки. Вот это я понимаю фиктивность. Добываешь один алмаз и получаешь несколько стаков сразу. Все, теперь у меня три стака алмазов, поэтому мы... Аааа... Стоп, что? Я полагаю, если у меня так много алмазов, то я могу спокойно заполнить абсолютно все слоты просто этими алмазами. Возможно, даже что-то получили. Есть! Ооо, получил какой-то огромный алмаз! Интересно, что умеет делать этот огромненький алмаз, поэтому давайте просто возьмем, по сути, его, не знаю, кинем куда-нибудь. Мы только что кинули алмаз и получили какую-то огромную пирамиду! Я только что призвал пирамиду Хиопса просто... О май гад, одним всего лишь алмазом, я призвал еще миллиарды блоков! Ну что же, получается, мы не растеряемся. Кольцо удачи и погнали! Итого, я тут уже вскопал огромное количество блоков, но зачем мне это нужно, я не понимаю. Тут огромное количество просто алмазных блоков, сундуки, в которых ничего не лежит, и, судя по всему, мне эти алмазы ни для чего не пригодятся, кроме как для этих странных крафтов. Эх, жаль, что у меня нет обычных верстаков, чтобы сделать себе обычную алмазную броню. Но знаете что? Раз у нас такие сегодня необычные вещи, то давайте скрафтим еще что-нибудь необычное. Я просто не знаю, возьмем разные абсолютно руды и скрафтим из них какой-нибудь рудный предмет. Например, я здесь уже нашел кое-что интересное, и это очень похоже на радугу, и... Да, это и есть радуга. Говорят, что это приносит удачу. Итого, получается, мы снова прокачали наш верстак, и знаете что? Мы получили блок радуги, или предмет радуги, что это такое? Это что-то еще из серии непонятных предметов в непонятных верстаках. Давайте нажмем правую кнопку мыши, и мы, кажется, призвали радугу. Хотя знаете что? Из этой радуги выпадают предметы, поэтому не будем жаловаться, что радуга маленькая, просто будем взладать эти суперские... Ооо, тут даже есть Назарит! Мне кажется, кто-то сейчас разбогатеет, а помимо этого, мне кажется, кто-то сейчас увеличил свой верстак. О, боже, нет, нет, нет! Что случилось с моим верстаком? Боже мой, что это такое? Он стал похож на огромнейший пончик! Чтобы вы понимали, это верстак восьмого уровня, и это еще не конец, но вы посмотрите, какой это верстак огромный! Полагаю, в нем, разумеется, можно что-нибудь создать, и боже, что это такое? Окей, как мне в этом составить какой-то крафт? Получается, я могу просто взять дубовые доски и, знаете, типа, выложить их по кругу, чтобы получить какое-то кольцо-пончик из дерева, или, например, мега-сундук для крафта. Идеальная комната для крафта. Окей, что же, это, наверное, заберем, и давайте еще что-нибудь себе с крафтем из какого-то кольца. Возьмем обсидин и точно так же выложим его по кругу. Йоу, мне кажется, мы получили портал в ад, да! Мы только что получили портал в ад, потому что строить и строить его уже надоело! И там у нас имеются готовые предметы, и это первый из них, это мега-сундук для крафта, второй это портал в ад, причем это мобильный портал в ад! Начнем мы, пожалуй, с сундука, просто поставим его, йоу! О май гад, что? Ааа, куда еще меня телепортировало? Мне кажется, мы попали в какую-то комнату либо верстака, либо сундука, но судя по тому, что тут верстаки и сундуки, видимо, верстака и сундука. Тут просто огромнейшее количество сундуков, и надеюсь, хотя бы некоторые из них бы заполнили, но они пустые! О май гад, они не пустые! Ока Эндера и рамки портала в энд! Мне кажется, или кто-то скоро отправится убивать Эндер-дракона, или, возможно, какого-то верстачного дракона, я не знаю, но в любом случае тут имеются зелья, и неужели... О, тут готово для нас зелья, имеются скорость, два сила, два регенерация, отлично, забираем! Кстати говоря, о май гад, я нашел кое-что очень странное в этом сундуке, боже мой, в этом сундуке лежит какая-то броня, приливной нагрудник, приливные штаны, то есть вы хотите сказать, что тут еще есть заполненные сундуки, я думал, они все пустые, но они... О боже мой, еще какая-то броня магмовый нагрудник, боже, сколько тут вещей! С вашего позволения, пожалуй, я заберу все эти комплекты брони, и, наверное, сейчас как раз их испытаем, потому что, о май гад, наконец-то я переодеваюсь в нормальную броню! Наконец-то я выгляжу как нормальный человек, и более того, я получаю фейт Грация Дельфина 2, подожди, а если я надену другой комплект брони? А теперь, когда я переоделся в магмовую броню, на меня наложилась огнестойкость 2, и знаете что, да, пожалуй, выберем огнестойкость! Получается, теперь, когда мы отправились в огромный сундук, я могу показать вам свою радужную поляну, да? Это вот такая вот поляна из радуги, которую я создал, и которая теперь фармит мне огромнейшее количество разных руд, но, в любом случае, они мне уже не нужны, потому что у меня достаточно много хороших вещей, и, знаете, я могу активировать, наконец-таки, портал в ад! Надеюсь, это будет безопасно, потому что... О, кто-то меня уже зеляет, там уже какие-то скелеты! Ладно, быстренько активируем портал в ад! Йо, он появился прямо передо мной! Я думаю, нам пришло уже время отправляться, и немножко, знаете, проходите, наконец-таки, этот Майнкрафт, хоть в очень странном мире! Стоп, в какой ещё комнате я появился! Кстати говоря, тем временем мы прокачали наш верстак, и я решил взять его с собой, чтобы вы просто на него посмотрели! Просто посмотрите на эту огромную печку с сундуком, верстаком! Что это? Такое ощущение, что это какая-то газовая плита! Нам мы прокачали наш верстак до девятого уровня! Он выглядит крайне странно, но он теперь выглядит как два блока сразу! Полагаю, мы в нём можем что-нибудь создать, но для начала нам нужно убить этого пиглина, который очень сильно меня недолюбливает! Знаете что? Давайте не будем себе усложнять жизнь, и просто попробуем заполнить абсолютно все слоты этого верстака просто железом! К слову, на моё удивление, мы получили весьма странный предмет, потому что... Это тюрьма! Да, это очень странно, но написано, будь осторожней! Оттуда сложно будет выбраться, и по всей видимости, мы можем призвать тюрьму, из которой нам ещё придётся выбраться, о май гад, только бы не умереть, только бы не умереть! Окей, это, возможно, будет опасно, и, возможно, даже смертельно, и газ ты очень сильно меня не раздражаешь, поэтому лови, метай, мы тратил! И пора нам призвать как раз к эту тюрьму ровно на этом блоке! Всё, мы её призвали, и, о боже мой, что? Нас телепортировала в адскую крепость, и мне кажется, что мы попали в тюрьму, но не в нашу, а в тюрьму эфритов! Просто я уже подумал, что это будет какое-то негативное испытание для меня, но, видимо, нет! Это очень даже хорошее испытание, в котором мы можем нафармить все блейзовые палочки! Но для начала, мы используем шахтёрский крюк, чтобы аккуратненько... Оп! Серьёзно! Упасть вниз? Сегодня, кстати, какой-то удивительный ролик, в котором у меня постоянно нет еды! Просто я не знаю, как я выживаю! Я ем то гнилую плоть, то сырую картошку, что-нибудь просто найти! И, кстати, до меня только сейчас пришло осознание, что я мог даже не добывать все блейзовые палочки, потому что, по сути, у меня есть всё, что мне нужно, чтобы отправиться убивать эндер-дракона! Однако мы всё так не оставим! Я попытаюсь ещё что-нибудь скрафтить, например, можем взять абсолютно любой предел, пускай будет даже огненный стержень, просто заполнить все наши слоты! Заполняем! Йоу, получаем какой-то огромный, что? Огромный эфритовый стержень? Интересно, что эта штука у меня делает? Потому что, о май гад, мне кажется, я просто выстреливаю фаерболами! Да, я выстреливаю фаерболами и заменяю все блоки на магмовые! В целом, это довольно круто, но я хочу посмотреть на свой новый верстак, потому что, мне кажется, мы его прокачали до 10 уровня, и, боже мой, что это? Просто, чтобы вы вспомнили, с чего мы начинали, в самом начале ролика у нас был вот такой верстак, а теперь он выглядит просто вот так! Итак, дорогие друзья, будьте осторожны, потому что, возможно, этот предмет очень опасен, а этот предмет неизведанный, пока что не исследованный, это огромнейший верстак, в котором можно создать что-то непонятное. Немного, в целом, похоже, знаете, на какой-нибудь откусанный кусок пирога, но давайте посмотрим, что мы в этом откусанном пироге можем такого создать, потому что тут огромное количество ячей! Полагаю, можем просто, знаете, взять предмет какой-то и просто начать случайно расставлять по-разному... О май гад, я уже получил какие-то штаны! Я просто случайно, по-базу, выложил эндерперлы вообще в непонятном порядке и получил какие-то эндерштаны. Нажми на букву Shift плюс ПКМ, чтобы совершить телепорт. Окей, эндерштаны к использованию готовы, теперь просто их надеваем на себя, и, как было сказано в инструкциях, нажимаем Shift плюс правой кнопкой мыши. Её у меня телепортирует! Меня телепортирует случайно у Мессис, только вот там... Почему меня телепортировало именно в паутину? Итак, внимание, что у меня получилось сделать в этом огромном верстаке? Три, два, один... Просто на это посмотрите! Я скрафтил огромнейшую крепость, и да, это действительно эндер-крепость, потому что строить и строить её уже надоело! Полагаю, теперь можем эту эндер-крепость просто взять и поставить, знаете, это просто мобильная эндер-крепость, которая у меня прямо с собой в кармане! А, собственно, да, о май гад, о, что произошло? Куда это ещё меня телепортировало? Я попал в какую-то клетку, и мне кажется, да, я только что призвал эндер-крепость прямо у себя в деревне. Это, безусловно, очень здорово, что я смог создать свою собственную эндер-крепость. И, о боже мой, я только что чуть не умер. Я только что просто чуть не умер, серьёзно. Посмотрите, какая огромная эта крепость. Короче, кирочка моя, возвращайся. И знаете что? Зачем мне эта эндер-крепость, когда я могу вполне себе спокойно сам её построить? Так, дорогие друзья, я думаю, пришло время нам отправляться и сражаться с финальным эндер-драконом. Но знаете что? Я настолько подготовился, что даже взял с собой наконец-таки три стейка на первой стейке, наверное, за сегодня. В любом случае, у меня имеется с собой огромное количество разных зелек, у меня имеется с собой аптечка для здоровья и даже метательный, или как его метаемый, тротил. Всё, что мне по сути нужно сделать, это просто отправиться к этому эндер-дракону и его убить. Но меня больше всего удивляет то, что он изменился, и теперь сверху написано «Дракон создания». Возможно, друзья, сегодня мы имеем дело с новым существом. И, о боже мой, да, реально это новый эндер-дракон. Боже мой, это эндер-дракон, сделанный из верстаков. Ну что, друг мой, я знаю, что рано или поздно мы с тобой встретимся. Да, я ждал этого встречи, поэтому быстро-ка берём и разбрасываемся метательными тротилами, взрывая все его кристаллы. Хотя, может быть, это не пригодится, потому что вполне возможно, что мы можем убить его просто обычными динамитами. Знаешь что? Не советую тебе сюда приземляться, потому что я прямо сейчас беру и просто выбиваю зелье силы. О боже мой, интересно сработать для зелья силы, если я буду разбрасываться динамитами? Социальный эксперимент в Майнкрафте. Нет, он улетает, зачем ты улетаешь слишком рано? Окей, придётся снова тебя ждать. Кстати, аптечка для здоровья даёт мне сразу три строчки здоровья, но это не важно, потому что мы взрываем просто абсолютно всю площадку, аккуратненько отсюда осматываемся. И пришло время есть, наконец-таки, наконец-таки мы попрощались с главным врагом такого создания. Таким образом, дорогие друзья, мы смогли пройти Майнкрафт в мире, в котором крафт увеличивались с каждой минутой. Если вам понравилось, ставьте лайки, смотрите ролики, которые у вас на экране, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok